Итак, дорогие коллеги, сегодня мы встречаемся очередной раз, и у нас с вами встреча такая последняя лекционная, потому что потом мы будем уже на семинарах практически работать с материалом, что изучать, можно сказать, руками. Скорее всего, я не знаю, как будет развиваться эпидемическая ситуация, хотя как она развивается, мы уже всегда достаточно видим. Но, скорее всего, это будут занятия онлайн, то есть мы одновременно будем в зуме с вами говорить, с каждой группой, и сразу нажимать на нужные ссылки, действительно, на практике осваивать некоторые продукты, программные или информационные ресурсы. Вот, а сегодня я с вам, собственно, поговорю о том, как, собственно, создаются новые архивы искусства. Это тема нашей первой сегодняшней встречи. Сейчас я раздам экран, и мы с вами будем убеждаться в том, как искусство существует в сети. Не просто существует в сети, как мы раньше говорили, а как оно в сеть попадает, как оно там создается. Какие существуют оболочки, программы для размещения искусства в сети, какие новые базы, инновационные продукты здесь возникают. Ну, прежде всего, нужно, мы поговорим о базах создания каталогов, каталогов изображений, каталогов вообще музейных коллекций. Есть несколько продуктов, которые либо коммерческие, либо полукоммерческие, то есть базовая версия бесплатная, а остальные платные. Это они именно предназначены для музеев, галерей, коллекционеров и иногда для образовательных целей. Например, у кого-то есть частная коллекция, человек хочет создать ее каталог электронный в сети. Какой-то музей хочет все разместить. Вот один из этих продуктов называется ArtBase. Вы видите его на экране. И на практике он выглядит, как такая галерея с возможностями поиска и с метаданами по каждому произведению. Мы видим картинки, наводим курсор и мы видим данные про финанс, год создания, краткое описание. И затем фактически мы можем и ходить по каталогу по этой базе, когда она запущена, и постоянно ее пополнять. Причем здесь преимущество ArtBase в том, что это продукт адаптированный для любых устройств. Это был первый продукт, заведомо рассчитанный на Web 2.0, как это называют коммерсанты. То есть на мобильные устройства, на планшетники, где действительно даже на маленьком экране будут показаны нужные картинки. И на, соответственно, создание адаптированных, кастомизированных версий. Эта фирма предоставляет поддержку. То есть если вы создаете свой сайт, вы получаете по договору поддержку от этой фирмы. И если, собственно, говорить, как этим всем пользоваться, то это, в общем-то, несложно. На самом деле там есть, в общем-то, интерфейс ввода. Мы загружаем картинку, загружаем ряд ключевых слов, а потом он требует присоединить описание. Кроме того, эта база, она никогда не может быть размещена только на вашем компьютере. В чем-то она имеет свойство социальной сети. То есть для того, чтобы, когда вы покупаете эту базу, вы заводите аккаунт, причем вы обозначаете, кто вы там, галерист, менеджер, арт-дилер и так далее. То есть пишете о ваших скиллз, о том, что вы умеете делать, чем вы на практике занимаетесь. И в том числе вы можете, допустим, консультироваться по поводу тех или иных вещей с другими пользователями этой базы. Например, вы пишете, что провинанс неизвестен, но помечаете там с тех специалистов, например, экспертов, которые могут дать вам ответ на вопрос. То есть связаться с вами и обсудить. И в базе будет отражено, что, допустим, этот экспонат находится на рассмотрении. Что, допустим, провинанс или имя художника пока что устанавливается. То есть, как видите, принцип Web 2.0 и принцип социальной сети здесь были реализованы в полной мере. Это, собственно, часть философии этого продукта. Другой продукт, немножко менее распространенный, но в принципе не отличающийся от показанного – это ArtLogic Database. Как видите, он тоже рассчитан на галереи художников и коллекционеров для создания, например, частного сайта художника. Здесь, кстати, для этого немножко больше инструментов, и ArtLogic часто используют как раз художники, которые размещают фотографии всех своих произведений ценами, и фактически это является личным сайтом художника для продаж. Соответственно, здесь какие у него есть преимущества? Значит, здесь, по сути дела, возможно прикрепление интернет-магазина и даже проведение аукционов на базе этой платформы. Значит, здесь есть, по сути дела, когда размещается каждое произведение в мета-описании, в мета-данах, размещается история, например, где оно было куплено. И оно, допустим, может, если оно переходит от одного хозяина к другому, то это автоматически отражается в истории. Например, вы купили у художника это произведение, поместили его в свою галерею, соответственно, в вашей галереи воспроизводятся те же мета-данные, а на сайте художника, созданного на той же платформе, показано, что это произведение было продано за столько-то такому-то коллекционеру. Еще, собственно, главное, как видите, ArtLogic Pro, профессиональная версия. Это, собственно, ну, это тарифный план, потому что понятно, что все эти программы, они, как я сказал, они не могут быть просто размещены на вашем компьютере. Это все-таки некая сетевой продукт, существующий в сети, это некоторая отчасти социальная сеть. И вот ArtLogic Pro это не что иное, как, соответственно, командный инструмент, требующий, позволяющий участвовать, позволяющий работать над контентом целой команде. Ну, например, его используют венали различные, ну, или триенали и другие мероприятия, когда несколько кураторов имеют доступ к этому аккаунту ArtLogic Pro и, соответственно, в том числе отражают информацию об их взаимодействии с художниками. Что, допустим, на таких-то основаниях, допустим, было привлечено к биеннале такие-то организации со своими аккаунтами. Обычно, собственно, там, насколько я знаю, здесь может быть, значит, ArtLogic Pro допускать вам до десяти, если я не ошибаюсь, кураторов, которые все получают статус Pro, такую галочку, то есть, что это уже не просто художник, а куратор. Что в результате они могут иметь секретный аккаунт, потому что кураторы там могут иногда переписываться, например, так, чтобы это не видели остальные. Кроме того, это ArtLogic Pro позволяет размещать рекламу, в том числе контекстную. И в последнее время этот инструмент интегрируется и с социальными медиа, и с разного рода, собственно, другими профессиональными музейными продуктами. Ну, например, музей является партнером какого-то биеннале или галереи, и, соответственно, там, как домин третьего уровня, ну, там, биеннале, музей, онко, там, название музея, появляется, соответственно, вот каталог, который как раз является подразделением ArtLogic Pro. То есть, куратор отмечает, допустим, те объекты, которые будут размещены именно на этой площадке, дается описание этой площадки, и это сразу становится домином третьего уровня у самой этой площадки. Это очень, поэтому, допустим, многие учредители биеннале предпочитают просто купить ArtLogic Pro, а не заказывают там 10 программистам дополнительные, как бы, спецпроекты в рамках сайта, поскольку это дорого и, как правило, не окупается. В то время как такой продукт под ключ, он, разумеется, окупается. Ну, и, соответственно, как видите, тарифы здесь вроде бы достаточно щадящие, то есть 180, например, английских фунтов стоит самое дорогое в их пакете. И другое дело, что некоторые опции вроде действительно сайта строительства или, допустим, продвижения рекламного стоит дополнительно. И, как видите, у них есть и свой апп, значит, свой, точнее, апп-конструктор, который позволяет, например, создать приложение той или иной частной галереи. Дальше еще один интересный продукт, который мы сейчас с вами посмотрим, это Art System, это, собственно, программный продукт, прежде всего для Art-менеджеров и Art-дилеров современных. И, собственно, это действительно, они гордятся, что у них это один из самых, собственно, старых продуктов. И, значит, по сути, дело это не что иное, как в основе базы данных. То есть, первое, изначально она создается в качестве заполняемой таблицы, которая потом, в зависимости от тарифа, может быть конвертирована в другие продукты. Например, сайт. И здесь хостинг размещает сам Art Systems, у которых есть ресурсы хостинга, с заранее щадящей оплатой. Или тот же App можно изготовить, но в основе, когда вы приобретаете этот продукт, это не столько размещение картинок, сколько заполнение таблицы, которая потом будет конвертироваться в различные продукты. Значит, здесь этот продукт очень часто используют традиционные музеи для описания фондов. И, допустим, в этом продукте можно пометить, кроме, собственно, обычных метаданных, там, про финанс, год создания, автор, там, размеры и так далее, можно пометить и некоторые приоритеты. Допустим, можно пометить, допустим, что это будет выставляться тогда-то, то есть проставить специальные теги и пометки, допустим, для осенней выставки. И, допустим, одним нажатием кнопки, соответственно, создать сайт или приложение всего, что, допустим, пойдет на новый выпуск. То есть это очень продукт, очень хороший для музеев, поскольку любой музей должен планировать все-таки несколько выставок в год из фондов. Поэтому, допустим, есть определенное количество артефактов, вот они все переписаны, и вы, соответственно, помечаете галочками те артефакты, которые, допустим, пойдут там в осеннюю выставку, где будет там выставлен платок, бельгийское кружево XIX века, матрешка начала XX века и так далее. Все это пометили, у вас есть некая кураторская концепция. И затем это просто раз, вы одним нажатием кнопки, это все будет, допустим, выведется на сайт. И, допустим, вы это привяжете, а там осенняя выставка нашего музея из наших фондов. Посвященная тому-то и тому-то, скажем, круглым предметом. Значит, еще один очень симпатичный продукт. Ну, вы видите, я иду в порядке ссылок, так что те, кто на Zoom, тоже могут спокойно следить за всем этим. Это Art Butler, то есть такое дворецкое искусство. Очень смешное название. Вот, это, собственно, это, да, немецкая разработка, как вы видите. Но, соответственно, действительно здесь выведен немецкий язык. И, насколько я знаю, это изначально действительно разрабатывалось для немецких галерей в Берлине. Собственно, это было связано с, я не помню, с каким-то годом, который в Берлине проходил, когда было это сделано. И, собственно, изначально Art Butler предназначался только для берлинских музеев, чтобы объединить все берлинские большие и маленькие музейщики в какую-то одну систему. Но потом они сделали свой продукт свободным и стали продавать его и возможным потребителям. Значит, в чем особенность Art Butler? Ну, во-первых, он, собственно, он рассчитан, прежде всего, на создание каталога, в отличие от других продуктов, которые больше рассчитаны на создание сайтов и актов. Соответственно, там вы можете обрабатывать, допустим, произведения, то есть есть какие-то инструменты, допустим, улучшения качества изображения, можете делать подписи, можете верстать кураторские тексты, и там есть окошки. И на основе Art Butler прежде всего делаются каталоги. Сначала действительно значительная часть в берлинских музеях сделала каталоги, причем как типографские издававшиеся, так и предназначенные для чтения с экрана. Значит, обычно, собственно, тут как такового, значит, как видите, здесь есть предложение. Значит, базовая версия, как видите, она включает в себя фактически создание шоурунта, ну, то есть, в общем, сайта на самом деле, как и все три предшествующих продукта, здесь ничем не отличается. А вот версия Pro, как видите, дорогая, стоящая почти 3000 евро плюс 58 евро ежемесячно, то есть, рассчитанная, разумеется, на крупные арт-институции, она предоставляет, вот, значит, возможность, во-первых, значит, устройства аукционов, значит, оценки произведений, в том числе есть элементы социальной сети, то есть связи с экспертами, организации торгов, значит, организации, аренды произведений, и в том числе ArtBattler Pro, он занимается даже и юридической поддержкой галерейного бизнеса. Во всяком случае, именно в этой базе размещены все необходимые документы, например, оттуда можно распечатать таможенные документы или какие-то еще, которые необходимы для дальнейшей работы. При этом они обещают круглосуточную поддержку, но это, как видите, рассчитано на крупную институцию, которая заведомо продает искусство в разные страны, у которых вот такая плата за пользовательство здесь указана, точно все это окупится. Значит, интересно еще вот этот инструмент. Следующий – это, собственно, база данных, причем достаточно, как видите, традиционная, квери. Это, собственно, база данных, в общем-то, общего плана. Ну, просто я ее включил в этот обзор, потому что она позволяет действительно приобретать изображения и видеофрагменты любого вида. Понятно, что эта база может одинаково использовать, например, для строительного магазина и для торговли искусством. Ну, может быть, она кому-то тоже пригодится, потому что она, во-первых, потому что в ней есть одно преимущество. Два, действительно, ее используют в строительных магазинах гораздо чаще, чем дилеры искусства, но в ней есть возможность визуализации самой торговли. Возможность построения графиков, допустим, рост торговли, построение графов, кому и что продается. То есть это тоже может быть все визуализовано. Значит, кроме того, в этой базе есть дополнительные возможности поиска, в том числе многоязычного. Это очень важно, допустим, для тех же, если, допустим, кто-то использует эту базу для торговли мебелью, поскольку мебель может в метаданной быть одни на английском, другие на немецком, третий на французском. Соответственно, простой поиск по ключевым словам невозможен. Необходим перевод ключевого слова. И вот Query2, у него есть онлайн-поддержка вот этого перевода. Дальше, собственно, мы посмотрели способы создания баз данных, а теперь мы посмотрим каталоги имеющихся баз данных. Причем баз данных, которые используются исследователями и которые используются практиками. И вот один из продуктов, который вы должны знать, он называется Ipsco. Ipsco. Это одна из, на самом деле, это одна из баз библиотечных, библиографических. В том числе в этой базе размещено довольно много журналов, о чем мы говорили на первой лекции, то есть многие журналы заведомо находятся в открытом доступе, например, в Directory of Open Access Journals. Вот в базу Ipsco как раз включены все такие продукты. И, как видите, здесь у них есть раздел Arts and Culture, который я и вывел в ссылках. И есть целый ряд продуктов, которые разработаны при поддержке этого базы. Например, соответственно, допустим, ABC-CLEO Databases. Это не что иное, как статьи, монографии или припринты по истории и, соответственно, по социологии современности. Значит, и здесь эта база, она платная, если ей пользоваться. Обычно просто профильные заведения, они имеют подписку на эту базу. Но она очень полезна, потому что это поиск, одновременно по журналам, диссертациям, монографиям, специально от опы. Иногда бывает удобнее в ней искать, чем в том же Google School. Но здесь есть, кроме того, несколько других баз, разработанных, Apps School. Вот есть так называемая Newsroom. Это не что иное, как база всех материалов мультимедийных, появлявшихся в новостях. То есть видеосюжеты, аудиосюжеты, репортажные фотографии, которые определенным образом тегированы. И за основу была взята коллекция Associated Press, которые первые стали тегировать все свои мультимедийные материалы. И другие новостные агентства и фирмы тоже присоединили свои материалы. Так что если нужно найти репортажные фотографии, то можно воспользоваться этой базой. Опять же, все эти продукты платные, все они предразумевают подписку. Но у некоторых организаций она есть. И просто моя цель все-таки наших занятий показать вообще все, что есть в сети, полезно. Значит, следующий продукт, который был создан, это Art Museum Image Gallery. Это не что иное, как тоже некоторый агрегатор всего, что существует в виде, значит, в разных родах музеях. Тут обещают более 156 тысяч хорезов изображений в высоком разрешении. И отсюда, например, можно перейти к некоторым другим базам, там же созданным, например, базы искусства и архитектуры. И, соответственно, здесь упоказанным, допустим, здесь в этой базе включены и журнальные статьи по архитектуре. Значит, следующий проект интересный, это, конечно, проект Jetty. Jetty Center. Это, собственно, научно-исследовательский институт в США, который занимается разработкой крупных баз. То есть это и, например, словарные базы, это базы изображений, это библиотечные каталоги и многие другие. Это коммерческая фирма, то есть она продает действительно свои услуги, в том числе, например, консультативные, типа подбора библиографии. Но пройдя на этот сайт, можно, допустим, увидеть, какие у них есть базы. Например, есть база статей. Статей, например, по искусству и архитектуре. И выведя этот список, мы увидим, какие тут, допустим, у них есть по искусству и архитектуре. Например, у них есть IBA, International Bibliography of Art. С 2008 года, собственно, библиография всего, что вышло существенного по искусству. То есть в отличие от, например, Google Store, где автоматически она пополняется, здесь, конечно, идут эксперты, специалисты, отбирают, что относится к вопросам искусству архитектуры, а что нет. И поскольку они продают эти услуги, то есть к ним, например, может обратиться какой-то университет, прося, подобрать, допустим, литературу по современной архитектуре, для архитектурного отделения, они это сделают. Сделают для университета такую базу. И, соответственно, у них есть и другие продукты. Например, самый известный продукт это фотоархив, который, соответственно, делится на интересные подразделения. Например, у них, допустим, вот, скажем, гобелен, база гобеленов, который мы тоже можем пользоваться. Вот. И, допустим, вот перейдем в базу гобеленов. Как видите, появляется вот такой вот интерфейс Jetty Search Gateway, то есть портал поиска Jetty. И вот видите, по гобеленам, значит, как видите, можно здесь отбор мифологические, религиозные, исторические, ветхозаветные и так далее, гобелены. И, соответственно, например, вы захотите вас, допустим, увидеть только, допустим, гобелены с сюжетами Нового Завета. Соответственно, запускаете поиск. И вот, допустим, соответственно, выясняется, что у них в базе 431 гобелен с ветхозаветными сюжетами. Согласитесь, это уже очень немало, например, для курсовой о вопросах. следующий продукт, который я вам покажу, это называется Research Guides. что-то не очень грузится, но это преодолимо. Пока этот гид грузится, покажу следующий продукт. Это я уже в прошлый раз говорил о том, что университеты часто создают свои базы данных. Например, Ельский университет создал, например, свой каталог, который я включил в список ссылок. Это не значит, что все эти продукты разработаны в еле. Некоторые из них куплены просто елем для своих студентов. То есть, ясно, что их могли разрабатывать в том же джете или в любом другом институте, но Ель их со своим бюджетом вполне купил. Вообще, советую всегда смотреть эти базы данных университетские, учитывая просто хорошее финансирование университетов, что бюджет Еля примерно равен бюджету всего высшего образования России. Вот. И видите, здесь, допустим, вот этот, видите, сколько продуктов они как бы купили или рекомендовали своим студентам. То есть, они частично финансируют, то есть, покупают для одного своего университета то, что сделали в других лабораториях. И вот, например, Art and Architecture Source. Вот сейчас. Вот, к сожалению, требуют тут логины сотрудника. Это, собственно, индекс периодики, который был создан вместе с EBSCO, о котором мы только что говорили. То есть, Еля отчасти финансировала это, EBSCO это делала, собирая по своим запасам журнальных статей. И, к сожалению, вот сейчас туда пускают только сотрудников Еля, пока они это заплатили. Знаю, значит, вот. Есть анекдот. «Зачем вы взяли караеду на работу? Он ничего не умеет. Ну, как он закончил гель?» Вот. Здесь также другой продукт, допустим, это международная библиография искусства и некоторые другие. Значит, в любом случае здесь кое-какие продукты у них могут быть и в свободном доступе. Например, G-Store. Про G-Store мы уже говорили на первом занятии. Это ресурс журналов. Но некоторые из них действительно доступны и не свободны. Вот. Но есть кое-что, допустим, что было поддержано «Елем». Это, допустим, проект «Айпис». Он, допустим, является проектом в основном свободного доступа. Это каталог итальянских библиотек по искусству. То есть библиотеки Уфици, библиотеки по латинской галереи, библиотеки Палацци Питти и так далее. Это незаменимые. И здесь можно просто искать, собственно, что в этих библиотеках есть, в том числе просто даже иногда нужно знать, что, допустим, какие-то гравюры здесь лежат, что они вообще существуют. Понятно, что оцифровано здесь сравнительно мало, хотя вот есть у них уже проект «Арт Дискабри», который подразумевает оцифровку самих материалов. Сейчас я его вам покажу. Вот. И вот допустим, значит, он тоже Art Discovery был сделан на американские деньги. Вот, допустим, задаем там уже Рубенса нашего. И здесь, как вы видите, в основном выводится просто, значит, как видите, можно статьи и книги, причем, и в том числе диссертации. Но, соответственно, можно задать по базам, можно выяснить, допустим, что существует в виде рукописи или микрофильма. И то есть это очень важно, потому что если что-то существует, например, в виде микрофильма, то есть пленки, и лежит в американской библиотеке, то, как правило, там можно туда написать письмо и попросить вам прислать на электронную почту эти копии. Как правило, они делают это бесплатно. То есть книгу вы не можете, конечно, в библиотеке такой наглости набраться и сказать, сфотографируйте мне книгу и пришлите мне на электронную почту. Понятно, что никто на это не пойдет на цифровку книг, хотя может быть какая-то такая есть он-демант в некоторых библиотеках, допустим, в Ленинге это есть. То есть, допустим, когда вы смотрите каталог Ленинге, то вы можете поставить галочку «Желательно оцифровка». Если эта книга не копирайтная, например, книга 19-го века по искусству, которая вам нужна, они рано или поздно ее оцифруют. Может быть, через месяц, может, через пять лет, но оцифруют. Но в любом случае вы, допустим, пользуясь каталогом Ленинге, я вам советую это делать. Я, например, всегда это делаю, потому что я хочу, чтобы все оцифровали, что относится к искусству. Разумеется, они не будут оцифровывать то, на что копирайт распространяется. Ну, например, разумеется, книги 19-го или начало 20-го века по искусству они оцифровывают. У Ленинге, правда, очень неудобно, он не выводит по одной странице, но, с другой стороны, я думаю, допустим, Влада Ленинге в книге 19-го века вполне читаю. Нужно только много билета своего ввести. Так что не забудьте как-нибудь заехать в Ленингу и завести читательский билет. Это очень нужная вещь, уверяю вас. Значит, и вот, допустим, вот некоторые еще проекты, которые доступны. Вот Newark это New York Art Resources Consortium. Консорциум ресурсов по нью-йоркскому искусству. И здесь, как вы видите, можно искать по ключевым словам, по титулам и так далее. Здесь есть мемнографии, каталоги, журналы. В том числе можно отметить электронные ресурсы и resources, то есть, чтобы искать только потому, что оцифровано. Ну вот, посмотрим, например, что оцифровано, допустим. по Arts and Humanities, то есть, по науке, как видите, здесь целый ряд выводит баз данных, опять же, с которыми, собственно, эта система сотрудничает. Сами понимаете, любая библиотека заинтересована в том, чтобы ее услугам обращались как можно чаще, поэтому она привязывает к своему аккаунту и другие базы данных. Artful Text. Как видите, значит, и, значит, как видите, значит, или, допустим, допустим, Collect Art Reference Library в музее Фрика. Вот, значит, и, значит, и, допустим, коллекция Фрика, знаменитый частный музей в Нью-Йорке, он, как видите, дает возможность заказать скан до 20 страниц из своих коллекций для зарегистрированных пользователей. На практике вы, соответственно, регистрируетесь, то есть, заводите логин и пароль, значит, и, соответственно, вы можете заказать сканы. Насколько я понимаю, там платная регистрация, то есть, вы практически вступаете в клуб Африка, поскольку это частное заведение, но, как бы, членство в клубе, оно, как в любом, членство в любом клубе дает некоторые привычки. заказ материалов этого клуба. Опять же, это не очень реалистично для нас, потому что, допустим, понятно, что для американцев платить, я не знаю, 30 долларов, допустим, за членство в клубе, это ничего, все-таки нам, допустим, платить 30 долларов за то, чтобы получить какой-то один документ, который нужен для нашей курсовой, это все-таки слишком. ну вот. Но, как правило, допустим, ну, я просто говорю, что 30 долларов это, допустим, средняя стоимость годового членства в любой американской ассоциации, профессиональной. То есть, если вы хотите вступить в американскую ассоциацию искусствоведов, то это именно, например, такая годовая плата. А это, кстати, полезная вещь, вступление в профессиональную ассоциацию. Вот как раз на, еще посмотрим этот самый Free Collection. Вот. И видите, он специальное поместил, вот тут как раз библиотека, собственно, в этом особнячке на Museum Mile. И вот тут первая же ссылка это цифровые коллекции фрико. Значит, архив истории коррекционирования в США и так далее. То есть, можно искать здесь через Google то, что вам необходимо. И некоторые, соответственно, довольно много, они уже выполняют цифрование. Для, допустим, в том числе и гравюры, и документы, и некоторые коллекции. Значит, что еще, значит, про что еще вам нужно знать? есть и очень важная организация, с которой вы как бы должны немножко дружить. Это IFRAR, то есть Международный Интернациональный Фундейшн связанных с действительно с коллекционированием искусства, с его оцифровкой, с его значит, атрибуцией, с совместной работой экспертов и созданием в кончайстве баз данных. Собственно, эта организация устроена как типичная открытая корпорация. В ней есть, как видите, директора, так сказать, консультативный совет и юридический совет. Одна из задач этих организаций это в том числе оказание консультативных услуг. Например, экспертиза, экспертиза подлинности. Они могут прислать своих специалистов. Но есть целый ряд услуг, которые они предоставляют в общем-то бесплатно. Например, у них то, что называется каталог Hazoné, то есть упорядоченный каталог, это собственно они разработали значит инструмент, как вы знаете, собственно, каталог Hazoné это особый тип каталога, в котором все артефакты распределены по классам, по разрядам, и где указывается действительное, допустим, их происхождение, их специфика. И собственно цель этих каталогов опять же было создать базу подлинных произведений и выявленных подделок. То есть здесь как раз можно очень хорошо поискав, допустим, по какому-то автору, выяснить, допустим, где находятся произведения, восстановить provenance и в том числе узнать, какие произведения по мнению экспертов не подлинны. И вот дополнительные инструменты у них это provenance guide, значит, гид по происхождению, значит, и собственно это не что иное, как такой нормативный документ, который определяет критерии работы с provenance те, соответственно, значит, институции, которые этому помогают. И в том числе в этой инструкции provenance guide указано, в каких фотоархивах поддерживаются нормы правильного указания provenance, когда это произведение поступило, в какой, из какой коллекции и какими источниками они пользуются для того, чтобы установить provenance. Действительно указано, где, когда, в какой коллекции какое произведение было. Как видите, здесь огромный список ссылок, чем они пользуются, например, Art.ukai, то есть Artworks in United Kingdom Public Collections. И переходя по этим ссылкам вот в этой инструкции, мы можем действительно, допустим, пользоваться соответствующими базами. Как видите, Art.united.kingdom включает в себя некие туры по частным коллекциям и в том числе и везде указанное при этом там provenance тех или иных произведений. Кроме того, у них есть собственная система поиска, где-то 250 тысяч произведений храничиваются вообще в Британии. И, соответственно, можно поиск по региону происхождения, по региону хранения, по типу, что это такое, по стилю и так далее. И в том числе по лицензии, допустим, можно искать то, что существует в виде фотографии на лицензии Creative Commons. То есть, допустим, мы ищем, допустим, допустим, значит, допустим, тернер, как видите, здесь может использовать и ListView, и MapView. То есть, здесь будет показано, что, допустим, 4 тернера находятся в Глазго, 11, там, сейчас, где, 4 в Манчестере, 4 в Леверкуле и так далее. То есть, выводятся Google-карты, где показано, сколько тернеров, где хранится. Например, 3 тернера хранится, точнее, 2 тернера в Кембридже, там, в Санфотке, соответственно, еще. И, соответственно, здесь есть возможность сортировки по релевам, по релевантности, по дате. Значит, вот, в том числе, как видите, самые поздние, это копии тернера, в том числе, созданные уже в конце 19-го, начало 20-го века, которые тоже, как бы, относятся к тернеру, хотя это копии, а не подданной кистернера. И вот, соответственно, как видите, изучая, можно по годам. Тут есть пояснение, допустим, где метаданные, и, соответственно, по крайней мере, здесь, соответственно, провинанс, что приобретено в национальном музее, ну, и в этом, государством, как часть, так сказать, наследия тернера в 1856 году. То есть, как бы, подлинность провинанса этого, ну, не может подвергнуть от собой никакому сомнению. И вот, поэтому, вот эта инструкция провинанс гайд всегда руководствует, когда нужно действительно посмотреть коллекции и отличить подлинное от неподлинного. Кроме лондонской, как видите, там, ну, кроме этой британской, там много каких-то еще ссылок. Мы можем даже, допустим, посмотреть, что еще тут забавного предлагают. Кое-что мы уже смотрели, например, Metropolitan Museum of Art Collections Database. Тоже можно для сравнения, допустим, посмотреть, как, например, например, сайт мета мне как раз очень нравится, потому что здесь есть классификация, допустим, какие-нибудь там японские, допустим, гравюры на дереве. как видите, как видите, здесь, возможно, тоже сортировка по названию и по дате, то есть в базе данных находятся метаданные и, соответственно, по художнику и там, соответственно, по accession, науэр, по доступу. Видите, здесь просто применены фильтры гравюра на дереве и Япония. Соответственно, можно и применять и другие фильтры и одна из преимуществ, например, мета, что можно даже не задавать слово поиска, а можно просто по фильтрам отобрать нужные вам изображения. Допустим, нужную вам технику. Допустим, вы можете, мы можем, допустим, снять ту же самую Японию, но, допустим, посмотреть, значит, допустим, материал, например, там, я не знаю, что мы можем посмотреть, ну, например, цветные гравюры на дереве из любого места. И вот, соответственно, как видите, упорядочил, допустим, по датам, мы, так сказать, можно посмотреть самые старые, можно посмотреть самые новые. Не все, к сожалению, снабжены изображениями. давайте самые старые посмотрим. Самая старая Эльдорфер, как вы видите, а самые новые, это, разумеется, contemporary art, но, видите, можно вот так вот знакомиться с коллекцией моего мероприятия. И, ну, и вообще, что называется, один из самых, конечно, приятных сайтов для таких вот прогулок. И, единственный недостаток, что не все они еще оцифровали, не все свои фонды, хотя у них есть намерение, прямо высказанное, оцифровать абсолютно все, что у них есть в безопасности. в том числе и для возможного сохранения значит, значит, всего, что тут, что необходимо. Они радостно сообщают, что они открыты. Вот, смотрим, значит, про Международный фонд и исследование искусства вам примерно понятно. Ну, кое-какие некоторые базы данных, которые специализированы, я сейчас вам буду показывать, я их довольно много, как вы видите, вывел в наш документ. И, значит, и вкратце, там я до перерыва не успею все показать, но у нас две пары, ничего страшного. вот, значит, какие, что вам нужно еще знать из таких ресурсов. Ну, вот ресурс, который, может быть, вы уже с ними сталкивались, это «Арт-циклопедия», «Энциклопедия искусства». Она действительно построена как такая энциклопедия, как справочник, но он полезен в том, что здесь, во-первых, есть список галерей, значит, и, кроме того, арт-циклопедия пополняется и художником, то есть каждый художник может фактически создать статью о себе на «Арт-циклопедия». При этом художники, как вы видите, здесь упорядочены по индексам, так сказать, цитирования, потому, насколько часто они упоминаются, насколько часто к ним ведут ссылки из других статей, как видите, абсолютным лидером является Пикассо с индексом 100, потом идет Ван Гог с индексом 77, Леонардо Зевинчи с индексом 65, на 30-м месте Эдуард Мане с индексом 9. И вот, допустим, значит, и вот здесь, допустим, что значит, мы, когда в арт-циклопедии выводим того же самого Пикассо, теперь, видите, оказался абсолютным лидером по цитированию. Немножко неожиданно, почему именно он, все-таки, мы ожидали, что Ван Гог, может быть, больше наберет, но все-таки Пикассо остается абсолютным лидером. И, как видите, здесь, фактически, коллекция всех, так сказать, ссылок на Пикассо онлайн. То есть, все музеи и галереи, где он есть. Вот 196 музеев, где хотя бы как-то представлен Пикассо, и они об этом сообщили в сети. И вот, соответственно, вы можете просто идти, звездочка, значит, на Пикассо много. Вот, как видите, Эрмитаж вошел в десятку музеев, где Пикассо представлен, 12,38. Пикассо у нас там. Хотя, сам поисковик Эрмитажа, как видите, дает 37. Но из Арт-Сайклопедии, как видите, очень легко ходить на сайте музеев, потому что они сразу задают этот поиск. Потому что пока вы найдете поиск на самом сайте Эрмитажа, вы замучаетесь. Здесь, как вы видите, легко мы вошли прямо с Арт-Сайклопедия на сайт Эрмитажа, задан был поиск Пикассо, и, как видите, вышел весь Эрмитажный Пикассо, который там есть. И, соответственно, мы можем посмотреть, где они расположены, в каком зале, и так далее. Или, допустим, вот в Гугенхайме, сейчас пройдем в поиск по Гугенхайму. Я просто показываю, почему именно я Арт-Сайклопедия пользуюсь, допустим, если нужно найти в каких музеях Пикассо. Потому что на самих сайтах часто трудно разобраться, там что-то рекламу вообще посетите наш музей, что до поиска не добираешься. К сожалению, они тут переделали сайт, и не работает этот поиск. Ну, давайте попробуем общий поиск сделать. Пикассо. И, как видите, здесь репортажи о выставке, которая была в 1064 году и прежде всего собственно дают пресс-релизы, кураторские тексты и сообщения в прессе. А уже потом те произведения, которые есть. Ну, вот посмотрим, что здесь, допустим, вот Парижский национальный музей Пикассо. Пройдем туда. долго что-то загружается. Значит, и видите, допустим, Бост. Давайте в бостонский музей посмотрим. опять переделали сайт и ничего не найдешь. Надеюсь, Вашингтон хотя бы не переделал. Вот, да, есть тут биография Пикассо, произведения, как видите, 321 одно и возможность сортировки по, допустим, той же хронологии. То есть, вот, соответственно, как Вы видите, преимущественно представлен ранее Пикассо. Совсем как бы даже еще до всех своих голубых и прочих периодов, когда он вполне, допустим, здесь он вполне классический прессианец. Так что арт-сайклопедия нужна, когда Вам нужно быстро собрать большой материал по какому-то художнику. Вот, допустим, посмотрим, что у нас, допустим, ну, допустим, на 8 месте у нас Энди Орхол. Он, как видите, представлен в 148 музеях, в 11 архивах изображений и, допустим, архивы изображений, например, сразу первое, разумеется, Wikimedia Commons, то есть картинки, которые в Википедии идут. И, как Вы помните, Википедия существует на лицензии Creative Commons. То есть это еще безопасно с копирайдом. Значит, допустим, посмотрим, что у них там, допустим, есть википедия Орхола, как Вы видите, не так много, но все равно все эти материалы, они не копирайдные, ими можно, что называется, свободно пользоваться для любых иллюстраторов. И здесь же, допустим, статьи о нем, которые существуют, начиная википедийные статьи или энциклопедии Британика и качают какими-нибудь газетными рецензиями, которые тоже попали в эту базу. Мультимедиа, то есть вот, собственно, те, допустим, фильмы, которые размещены на сайтах музея. Ну вот, например, тут ссылка на Сан-Франциский музей, где размещен был один из фильмов Корпола. Тоже, как видите, сайт переделывают всегда, их все меняют. Ну вот, арт-сайклопедия, она позволяет действительно искать по художникам, по новостям искусства. Здесь это агрегатор всех новостей в крупных изданиях, которые посвящены сколь-либо серьезным вопросам искусства. то есть действительно можно, что называется, даже время от времени сюда загадывать, почитав, что новенького в мире искусства сейчас происходит. А вот, соответственно, музеи искусства по всему миру. вот, допустим, российские музеи, которые здесь есть. то есть, они вывели, скорее всего, просто те музеи, в которых есть англоязычные сайты. Вот, например, посмотрим ту же Тверскую, допустим, галерею. вот здесь идет на русскоязычную версию, но они, на самом деле, конечно, включали то, где есть англоязычные версии, доступные для англоязычного пользователя. вот, но, как видите, не так, в принципе, плохо, оказывается, представлены те наши музеи, в которых есть собственные коллекции. Даже, например, музей аутсайдерского искусства от московского сюда попал, при том, что он несколько раз менял свою локацию, но, во всяком случае, его цифровая коллекция, она действительно является по-прежнему базовой, для всех исследований аутсайдер или артблюд, по-разному это явление называют. Вот, и ну, это, в принципе, удобно, допустим, потому, что и когда куда-нибудь вы едете, можно выяснить, что есть в Греции, допустим. есть, разумеется, археологические музеи, как и положено, но есть там и, допустим, на острове Андрос музей современного искусства, где не загружается сайт, который тоже вполне может быть интересен. вот это вот то, что нужно знать про арт сайклопедия. Как видите, это арт сайклопедия, при том, что это отчасти немножко такой наивный образовательный ресурс, не всегда подходит именно для научной работы, иногда скорее для написания рефератов, для первого знакомства коллекциями до работы как бы серьезными научными базами данных, все равно он дает довольно полное представление о том, где, что находятся, какие музейные представительные коллекции, во всяком случае как бы можно по крайней мере изучить творчество художника, не заглядывая на сайты десятков музеев, воспользовавшись этим агрегатором и так далее. Следующие сайт, который мы с вами посмотрим, у нас еще до перерыва есть время, это R-Type, то есть нечто вроде такого архива, это не что иное, как в общем-то такое общество по защите искусства, в том числе значит его цель это собирать данные об утраченных произведениях искусства, о похищенных, испорченных и так далее. То есть если что-то пропадает, они просят, допустим, прислать фотографии этого артефакта, в том числе кем-то сделанные, и их R-Type это цель компенсировать потерю, утрату тех или иных произведений искусства. Как вы видите здесь, на первом плане Пальмира, пострадавшая во время сирийских войн последнего десятилетия, здесь изображены поврежденные, украденные произведения искусства. И вот собственно их база данных. Здесь можно запустить поиск, требуется регистрация, поскольку это тоже нужно вступить в этот клуб, те, кто озабочены сохранением искусства. Насколько я понимаю, там коллективное членство, то есть вступает не частное лицо в какой-то музей или какая-нибудь галерея. Я не помню, как там с платой, но, по-моему, там частного членства тут не подразумевается. Хотя правила могли опять же меняться, и у меня могут быть остаревшие данные по некоторым вопросам. А дальше называлось этот сайт ArtClaim. Вот, я его так и обозначил. Сейчас он Up. Вот есть еще замечательный сайт, посвященный как раз музейной галерейной деятельности. Называется Invariable. Значит, это не что иное, как тоже, в общем-то, база данных у художников. тоже здесь собственно, она составляется на основании баз, аукцион, галерей. И вот, значит, значит, всякого рода продаж. Здесь, как видите, есть, отдельно выделяется, изящное искусство, отдельно декоративно и докладное искусство. Вот база по ДПИ, как видите, она тоже разделена на разделы. Ну, например, там, вот, искусство индейцев, декоративное искусство вообще, этнографические и туземные артефакты, стекло и так далее. Вот, допустим, серебро и, собственно, драгоценные металлы. И видите, здесь практически сбор идет из баз аукционов. И сразу указано, сколько что стоит. И, соответственно, здесь может быть и по категориям. То есть, производитель, допустим, вкратце, допустим, Омар Рамсден, допустим, вкратце дается его биография и, соответственно, указывает, что сейчас его серебра, как видите, в этой коллекции не принесли, продали, и, допустим, новый владелец потребовал исключить из этого каталога. И вот, допустим, Джорджен, Янсен, Янсен, я не знаю, как правильно, тут тоже указывается, соответственно, что действительно его серебряные изделия дается его, ну, Янсен, скорее всего, да, раз он датчанин. И вот, соответственно, дает, как видите, здесь дается, соответственно, это самое, все его изделия, сколько они стоят. почему-то здесь попало, не знаю, по ошибке или нет, в эту же коллекцию философия права Егеля. Не знаю, почему. По видимости, на каком-то аукционе она продавалась вместе со столовым серебром. причем дороже, чем столовая с серебром. Что очень радует. Завтра, кстати, в программе наблюдатель по каналу Культура будет моя, я буду передать с моим участием. И вот база Valuable, она действительно дает очень хорошее представление о том, что происходит на аукционах. Вот. И здесь прямо можно связаться с дилером, купить это даже, в общем-то, оформить эту покупку прямо онлайн. Ну, собственно, условия доставки это уже отдельный вопрос, в частности, там вопросы таможенного обслуживания. Но обычно все равно вы вступаете в переписку с дилером и, в том числе, таможенная частота, конечно, проверяется. Так что, если кто-то хочет тут покупать что-то, вы вполне... Коллекционировать, например, гравюры, вы вполне можете этим заняться. И вот, соответственно, вот, гулять по Invaluable. Я, например, иногда люблю это делать. Вот, можно мебель посмотреть, например, здесь. Вот. И... Какая здесь... Что здесь предлагается в качестве мебели? И, значит... Сначала предлагается то, что выставлено на торги недавно, ну, или что стремятся поскорее продать. И... И потом уже... А потом уже, соответственно, то, что продается хуже. Но, как видите, создать себе правильную коллекцию мебели, видите, не так трудно, лишь бы были средства достаточные. Но обычно кто может позволить себе квартиру, в которой такая мебель подойдет, тот может позволить и покупать на этом сайте. Вот. Следующая интересная база данных, это у нас была коллекция, коммерция чистой воды и торговля. Здесь другая база данных. Вот. Это значит, база данных центральной европейского искусства. Как видите, здесь дана карта Европы. здесь, соответственно, есть художники, поиск по произведениям, поиск по институциям. Как видите, самые разные тут венгерские, там и там германские, чешские, и так далее, шведские и прочие институции. причем, здесь вполне есть и крупные институты, типа Альбертины, и есть Академия изящных искусств в Мюнхене, и есть менее известные. Ну, вот, допустим, какие-нибудь, допустим, Хельсинский Альвар-Альта музею. здесь даются сведения об этом и собственно указывается, какие из художников центральной Европы там экспонировались. То есть, вот, допустим, Будапешт вполне, как вы видите, Венгрия относится к центральной Европе и, соответственно, рассказ об этом художнике и произведения оказываются в этой центральной Европейской базе. Обычно сами художники поставляют данные или же институты, которые сотрудничают. Здесь есть возможность поиска и по карте. Значит, карту увеличим. Вот все художники, которые здесь есть. точки появляются, то есть, разного рода институции, даты, то есть, что, допустим, в 58-м или 69-м созданы, видите, в 74-м две точки, то есть, два, допустим, одна из них, как видите, кажется, в Лондоне, другая, где-то в Штутгарте, по видимости, где-то в каком-то из этих городов в Германии. и вот можно вот так гулять и точки мелькать. Так весело все. Можно так заборажевал, как на гирлянду новогодней елки, на это все смотреть. Чем мне нравятся многие такие проекты Центральная и Восточная Европа, там это очень оригинальная визуализация, такая не бюрократическая. Допустим, вот 1684 год. Точка. И тут в Мюнхене, как видите, сольная экспозиция Базары, которую мы отмечали уже. И, соответственно, как видите, искали его на карте по годам. Вот. Ну, знаменитый скрукт собственной иллюзий. И, как видите, здесь года, здесь они привязаны к карте. Вот мы все эти точки сейчас видели на карте. А сейчас мы видим их вот в таком вот развернутом виде. Фактически это достаточно, как видите, чтобы, допустим, написать какую-то курсовую по Базарене. Вплоть до последней выставки, как вы видите, персональная выставка Соло Аксейбейшн, то, что у нас называется персональной выставкой. Это, как видите, 2019 год, Парич. То есть всемирное признание этого художника венгерского предприятия, не ошибаюсь, но несомненно. Кстати, какое его настоящее имя было? Настоящая фамилия, значит, вот. Может вам коментар. значит, ну да, пасофилии, базарелигиоза. Вот. И вот, соответственно, вы можете по институциям, по художникам вот так вот сидеть и сколько вы захотите это вот все искать. Ну, про Эпско я уже вам сказал. Вот последнее, что до перерыва я вам покажу замечательно. Ой, а это не работает почему-то. Ладно. Покажу. тогда, раз это не работает, давайте Чикагский институт искусства. Значит, просто тоже как пример некоторые базы. Собственно, Чикагский институт это один дневной, кто оцифровал действительно абсолютно искусственная коллекция без единого исключения. И, как видите, здесь есть такой вот отбор произвольный, такой рандомный. Все у них существует в виде и есть возможность, допустим, поиска по тегам. Они с самого начала когда оцифровали, тегировали, допустим, животные, где будут все артефакты с животными. То есть, чтобы собрать выставку, например, котики в искусстве, достаточно будет вести. Давайте попробуем собрать котиков в искусстве. по-моему, получается огромная выставка котики в искусстве на основе одного только фонда Чикагского музея. Поскольку они понимают, что все любят котиков и можно вот так вот завороженно, причем это одна страница, всего их тут 144 страницы, то есть, сколько получается всего котиков тут? 7166 котиков находятся в коллекции Чикагского музея. Вот. монмарфский японец, вы знаете, который любил как раз котиков очень изображать. И вот, так сказать, вот Альберто Джекемити внес свой вклад в изображение котиков. Так что, и вот, как видите, базы данных современные стремятся, соответственно, в том числе тегировать и, как видите, и подробно указывать и происхождение, и даты, и возможности всякого рода отбора. Можем для сравнения, что там у нас с собаками, посмотрим. Всего лишь 931, то есть в 8 раз меньше, чем котик. Но зато здесь попали сразу гобелены. Да, да. И, разумеется, все эти охотничьи, пейзажи и прочее. Но, как видите, собак в искусстве в 8 раз меньше, чем котиков. Это, кстати, очень важно для наших цифровых исследований. Вот завершу я эту первую пару тем, что не будь у нас цифровых технологий, как бы мы узнали, насколько котиков в искусстве больше, чем собак. А сейчас давайте перерыв 15 минут. Зум, я завершаю эту запись.